Друзья, приветствую вас в приложении Jam Maker Music. И речь пойдет об одной мелодии, которой меня много раз спрашивали. Никитос, где ты делаешь эту мелодию? Я делаю в приложении Jam Maker Music. Что оно из себя представляет? Здесь есть набор плагинов, которые мы можем использовать так, как нам нравится. Вот у меня проект называется Тот Самый Мужик. Не поверите, да, вот прямо вот так. Смысл в чем? Мы подбираем определенный набор звуков. Вот у меня есть наборы звуков, которые мы используем. Мне говорили, что песня называется Avon Stop, но я не шарю, я искал, находил что-то похожее, но не совсем. Вы помните этот звук, да? С него начинается настройка. Давайте поставим на паузу. Здесь можно выбирать различные вариации. Так, подожди-ка. А я почему... А, у меня была включена гитара, которая уже была у меня. Ладно. Вот можем выбрать звук. То есть мы выбираем определенную последовательность музыкальных нот. Не знаю. То есть, ну, как бы вариантов много. Все, что вам нравится, то вы подставляете. То есть, как бы я могу выбирать из различных вариантов, есть различных стилей. Но давайте-ка мы отключим этот вариант и посмотрим, что, что вообще должно было быть. Так, ну, я для начала включаю, как я ее писал. Я просто производил запись определенного отрезка. Давайте-ка, это надо будет в определенной последовательности просто нажимать на ноты. Не на ноты, а вот на звуки инструментов. И здесь жмем запись и она пошла. И потихонечку нажимаем. Вот эти точки по ним очень легко ориентироваться. Так, следующий у нас пойдет пианино. То есть та самая мелодия, но я думаю, вы ее помните. Я делал ее именно в этом приложении. Я не знаю, правильно ли я последовательно сейчас собираю инструменты. И пошел-пошел звук. Можно регулировать громкость отдельных инструментов. То есть это вам сильно поможет. Так, ну, барабаны я всегда ставлю на максимум. И вот такая вот ерунда получается у нас. Так, ну, это будет просто. Пошла запись у нас. Запись у нас идет, но моего голоса она не записывает. То есть это идет запись непосредственно внутренняя. Так, увеличиваем громкость гитары дополнительной. А теперь просто делаем вот так. Потихонечку каждый инструмент будем погашать. И как бы получится такой, знаете, своеобразный годный трек. То есть все, блин, до банального просто. Все. Отлично. Запись есть. Но мы ее удалим. Потому что она мне не нужна. У меня есть полноценный трек, который я сделал, как мне кажется, достаточно удачно. Также здесь вы можете менять тональности. Это вот есть путь, как она будет меняться, дорожка. То есть можно... Я не знаю, как это работает. Вот кто занимается вот такой графической ерундой. Я думаю, им будет более понятно. Так, я просто удалю. Также вы можете менять вот как это выглядит по... нотно. То есть нотно это может быть, например, другая тональность. Давайте-ка сделаем это. Пусть будет Е. Потому что... Вот видите, уже другая тональность. Я думаю, это тоже весьма интересный вариант этой же песни. И уже звучит немножко по-другому. Так, ну и также здесь с голосом тоже есть куча моментов. Единственное, я не знаю, как это... Как вот эта конкретно настройка вообще работает. То есть здесь даже меняется тональность голоса. Каждый инструмент, он меняет свою тональность. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И оно было достаточно познавательным. Поэтому не забываем подписываться, ставить лайк и жать на колокольчик. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok